Приветствую всех! Сегодня у нас на обзоре клинки из алмазной стали. То есть алмаз, как ее называют, марка это ХВ-5, которая имеет повышенное содержание углерода, что дает клинкам огромнейшую, непревзойденную твердость. И вот из этой стали были сделаны клинки, потому что у них их мало вообще в принципе, а ножей еще меньше. Поэтому если эти клинки не уйдут примерно неделю-две, полежат на складе, то я их начну в рукоятке собирать. Дальше что? Ну, твердость я напишу, пускай по минимуму, пускай это будет где-нибудь в районе 63 единиц. Хотя замеры показали в районе 65 и 66 единиц какой-то клинок показывал, я помню уже какой. Но чтобы ко мне просто не было потом претензий. Потом скажут, а вот у тебя где-то я там электронным каким-то прибором ткнул. Прибор хоть электронный, хоть кинематический, то есть как бы он имеет погрешности. И всегда должна быть поверка на каждый прибор. Если поверки нет, то этот твердомер, так называемый, он может такой разброс сделать, там не то, что в 10 единиц, а во все 15, а то и более. Поэтому это очень важно. Ну, стекло они режут просто на отлично. Вот лучше любого стеклореза. Но не советую это делать, потому что один клинок я бросил в мусорку, так как я начал резать банку пополам, перерезал, все хорошо. Но кромочка выкрашилась, а исправлять было некуда, пришлось выбросить. Поэтому не советую. Но если уж очень хочется, потом не говорите, что вы разделывали курицу мороженую, она у вас лопнула от клинок. Вот без претензий. Хорошо? А мы сейчас начнем. Ну, в общем, вот этот цельничек. Что еще хочу сказать по этой столюге. Обычно ламазку протравливают. И она протравливается такими-то точечками мелкими. Но мне показалось, что он так вот красивше выглядит. Почище как-то выглядит, не черный клинок такой вот. И решил шлифануть. Ну, это, конечно, занятие такое неоправданное совсем. Но мало что. Захотелось. Захотелось. Этот клинок мне очень, кстати, нравится. Максимальный такой в руке сидящий. Хотя какой в руке не сидит. Тут лучше сидит в руке. Вот. Но с рукояткой это все поменяется. То есть здесь можно тоже добавить столько удобности, что мало не покажется. Вот такие вот у нас на сегодня клинки. Жаскучие. Свинючие. И потом попробуем. Дальше. С востовиками. Это вот НР. Боевая НР. Подводы все такие хорошие. Не сверх уж тонкие. Там не прямо там 0,01. Потому что их уже можно будет выкрашать. Поэтому подводки такие прям тленькие. Но они в допустимых пределах. То есть чуть толще это уже не то. А чуть тоньше это уже перебор. Вот как бы так. Хвостаки длинные. Где-то в районе 100 миллиметров. Поэтому можно свободно с одной рукоятки собирать на эти клиночки. Вот толщина где-то в районе 5-5,5. У всех клинков они все разные. Потому что это кованая алмазка. А когда алмазку расковываешь, то есть толщину поймать одинаковую просто. Ну это невозможно. Это надо на плоско-шлифовальном станке все это выравнивать. Вот на всех плоскостях оставлены следы той самой ковки. Да, как-то я заметил, что я вообще показываю такие обзоры, где резкости ноль. Просто вообще ноль. Поэтому вот так надо не расслабляться. У меня вот на экранчике все четко резко. А потом на монитор компьютера вывожу. А там резкость где-то там. Вот такой классический большой клинок. Да, отверстие пытался сверлить R6-M5. Сверлами не сверлятся. Вообще. В сыром виде. Не закаленном. Когда клинок можно согнуть. Ну не руками ее не согнешь даже. А, например, взять наковальню, положить там где-то между двух деревьях и по нему молотком долбить. То в итоге, да, все-таки он может слегка согнуться. В сыром виде. Но просверлить отверстие невозможно. Вот я тут пытался. Гору сверл угробил. Перетачивал специально под жесткие такое сверление. Чтобы рез был жесткий. Но ничего не получилось. Тверославных сверл у меня таких сейчас уже нет. Они плавно пообломались. Вот. Это чуть поменьше тоже классический клиночек. Чуть меньшим размером. И два коротеньких, но широких. Вот почти пукко, да, этот финский. Только он финский, он поуже. Значительно поуже. Но все же что-то напоминает. И еще один восьмой клиночек. Вот в таком вот исполнении. Да, еще у меня, например, возникали такие-то вопросы. Ну, не у меня, а ко мне. Давайте быть точными, да. Какие вопросы возникали? К примеру, вот один человек говорит. Я нашел ножи. Вот ножи, вот, к примеру, из алмазки он там находил. Из У-8, из У-10 стали. И эти ножи стоят 1200. 2200. Вот, говорит, а у тебя, к примеру, ну, то есть у меня. Стоят они, там, к примеру, там, 3,5 и 4 тысячи. В чем, говорит, подвох? Подвоха здесь нет. Если хотите узнать, в чем разница, купите и тот, и другой нож. И вы поймете просто вот в первый же момент. Сразу же поймете, в чем разница. Просто одно хочу вам сказать, что хороший клинок из углеродки, вот именно, из мощной углеродки, которая там уже просто на уровне быстрореза, то есть, ну, бомба, бомба. Вот такой клинок произвести дешево невозможно. Как я это не считал, как я это не пробовал, это невозможно. А тем более, если потом к нему еще рукоятку прилавить, то это получается просто цена, естественно, там, в 2, а то и в 3 раза больше, чем, примерно, где-то там еще на других каких-то ресурсах или магазинах, или еще где-то, либо. Вот. В чем разница, к примеру? Вот вы возьмите клинок, допустим. Вот такой вот клинок, который сделан по всем правилам, по уму, конкретно по уму. Ну, и возьмите клинок, тот, который дешевый. Ну, который там 1200, там, да. И попробуйте просто его подвесить на ниточку и подзвинкать по одному, по другому клинку. Даже на звук вы поймете, что один клинок брянькает, другой красиво звенит. Так же это будет и в заточке, так же это будет в резе, так же это будет в том, насколько долго держит заточку клинок. Вот. Разница именно в этом. То есть, тут не может быть просто так. Вот, к примеру, мне принесли 2 ножа пчак. Говорит, можно их закалить? Они с рукоятками. Я говорю, с рукоятками закалить нет. Надо рукоятки отшибать и заново переделывать. Но, в общем, мы с ними побегали, с этими не буду говорить, чьего производства этого. То есть, там у 8 сталь. Как бы говорят, что там она именно такая. Может быть, и у 8, но не закаленная. Мне вот это показалось странным, потому что ножи дребезжали, как консервные банки. То есть, не было вот этого клинка, вот этого гордого слова клинок. Вот там его нет. Они просто дребезжали. Ну, не говорю там уж про то, что там вот эти вот разные река, там разные высота, там разные царапинки, какие-то там прям мощные. Ну, привезли мы его на Rockwell. И что получается? Замеряем. А там 41, 42 единицы. Ну, у 8, 41, 42 единицы, это вот у сырой кованой стали, у 8 вот такая твердость. То есть, как бы, какой это нож. Ну, давайте не будем уже отвлекаться, да, на сторонние варианты, ну, просто вот такие вопросы. И я сразу же отвечаю просто. Возьмите тот дешевый и возьмите вот этот дорогой и проверьте разницу. Вы ее узнаете во всем, эту разницу. А уж если у вас нет такого желания, значит и нет. Я не навязываюсь. А теперь давайте послушаем, как это все звучит. И в этот момент я ничего не буду говорить, потому что клинок скажет все сам за себя. Он все звенит. Все вам слышно, конечно. Он все еще и звенит. Вот сейчас уже не слышу. Все, по-моему, утих. Все звенит. Ну-ка. Звенит, звенит. И вот сейчас я уже не слышу. Мне кажется, что клинок сказал сам за себя чего он стоит, как он сделан. И достойный ли он клинок этот. Правильно? Вот я первый раз тоже это вот слышу и просто вместе с вами параллельно я не знаю никогда, как это будет звучать в этот момент, когда я буду снимать вот в моем видео. Но я уже знаю заранее, что как эти клинки звенят, как они работают, как чего они стоят. Встречайте на сайте. Постараюсь их сегодня уже развесить. В разделе клинки из алмазной стали. Все. Спасибо за внимание. До свидания.